Конец января – очень напряженный период для славянских отличников. В это время стартует региональный этап предметных олимпиад. О том, как они проходят, смотрите в следующем материале выпуска. В региональном этапе Всероссийской Олимпиады по физике приняли участие 270 кубанских старшеклассников, набравших необходимое количество баллов по итогам муниципального этапа. В Славянском районе это шесть ребят из первого лицея, седьмой, шестнадцатой и сорок третий школ. Региональный этап по физике включал в себя теоретические и практические туры. Школьники выполнили письменные задания по различным темам и провели лабораторный эксперимент. В практическом туре две задачи. Задачи достаточно нетривиальные, нешкольные, то есть нешкольного уровня. Дети должны достаточно хорошо владеть предметом. Ну и практически собирать, делать лабораторные работы. Причем еще раз, вот и нешкольного уровня лабораторный. Это надо очень-очень хорошо подумать. Результаты Олимпиады станут известны в начале февраля. Победители и призеры, которые наберут необходимый проходной балл, представят Кубань на Всероссийском этапе. Не менее сложной оказалась Олимпиада по химии. В ней приняли участие двое школьников из нашего района. Учащиеся 10 класса, 1 лицея Максим Просфиров и Дарья Гараж. В Олимпиаде по химии также было два тура – теоретический и практический. Задания заключаются, конечно, в более высоком уровне химии, чем школьный курс. Ребятам нужно определить вещества особым методом тетрования, определить концентрацию этих веществ. Ребята справляются, ребята молодцы. Пожелаем им удачи. Всего в крае в Олимпиаде по химии приняли участие 274 учащихся из 38 муниципалитетов. Всероссийская Олимпиада школьников – одно из самых массовых интеллектуальных соревнований образовательного пространства. Она включает школьные, муниципальные, региональные и заключительные этапы. Дипломы победителей и призеров действуют 4 года и дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.